Всем огромный привет зрители, подписчики и гости канала! Вчера смотрела видео, которое в последнем, а может предпоследнем, дело не в том. Я два раза там сказала зрители, подписчики, но в общем, если я повторилась, то жутко извиняюсь. Я сейчас поправлю немножечко свет. Меня вечно он не устраивает этот свет. А почему, я не знаю. Я, наверное, переборчивая, да? Ну, вроде так, вроде так, да, а то смотрю, там тень гуляет. Короче, ребятки, сегодня очень такой хороший светлый день, солнышко на улице, не жарко и не холодно. Я только что, 24 градуса, пришла, купила снова закарпатский хлебушек, 25 гривен, свежайший, только-только привезли. Вон он какой, красава! Купила хлебушка и сходила, заплатила за интернет и сходила в правком. Да, мы неугомонные. Хотела, но не получилось. Ну, знаете, пробовать надо, всё равно. Я буду стучать, стучать, я всё равно достучусь. Короче, хотела я спросить по поводу курсовочки в наш профилакторий, который у нас здесь свой и есть личный, да? Станционный, конечно же, профилакторий. Но можно туда взять курсовку, можно путёвку, но я не претендую на путёвку, нам бы курсовочку, для того, чтобы немножечко-немножечко нам ещё пролечиться. Хотелось бы перед зимой, знаете, как-то немножечко восполнить свои ресурсы природные. Но, увы, пока ничего нет. Ну, в принципе, звонить никто никому не запрещал, что я и буду делать. Вот, сходила немного, подышала воздухом, посмотрела на красоты, посмотрела на цветущие ещё цветы кое-где. Все такие они уже... Ну, в принципе, да, действительно, осень намного ярче цветы, наверное, потому что они понимают, что уже вот-вот их уже не станет. Короче, ну, настолько яркие. Астры, астры я имею в виду, астры продают сиреневые, бордовые, красные, белые. Ну, короче, такие цвета и очень насыщенные, яркие. Порадовалась цветами у меня. Подруга стоит, торгует, я возле неё постояла, посмотрела на эти все красоты, поговорили так. Не о чём, а значит обо всём, а значит о главном. О жизни, о детях, о родителях. У неё ещё живы, дай бог им здоровечка. Да и вот так и пришла домой и думаю, так, надо нам сделать чего-нибудь к чаю. А давно я их не делала, и я сегодня буду делать пончики творожные. Видите, вот сколько у меня творога здесь, ну, я, наверное, до грамм 700. Так прям богатенько. Пончиков мало не бывает, поверьте. Это настолько вкусно, настолько быстро. Даже, наверное, с ними, короче как, надо или их убирать в сторону, либо они все войдут. Они такие вкусные, как семечки. Мимо проходя кить-кить-кить-кить-кить. Они маленькие, пушистенькие, такие ненавязчивые, хорошие. Мне они очень нравятся и готовила я их раньше очень-очень часто. Я имею в виду, когда у меня детки были маленькими. Они очень любили эти пончики. И, кстати, мне всегда они помогали перемазывать их же этим самым пудрочкой. Они стояли и помогали мне. Я их просила, потому что это надо делать очень быстро. Потому что они пудрочку любят, пока они еще горяченькие, их обмакивать хорошо. Пудра лучше так, знаете, в них обсыпается по всем сторонам. Конечно, я и успеваю и сейчас, но ихняя помощь мне была всегда нужна, важна. И они всегда были со мной рядом. Кто был дома? То ли Женя, то ли Юля. Но всегда мне они в этом помогали. Я добавила сюда щепотку соли. Щепоточку буквально. Два яйца. Перемешиваю эти два яйца с нашим творогом. Чтобы по всему творожку яйцо разошлось. И у меня всего лишь столовая ложка сахара, не больше. Сюда не надо много сахара, потому что чем больше сахара, тем они будут тяжелее, и тем будут они больше приставать к сковороде. Они будут у меня жариться на сковородке во фритюре, в подсолнечном масле. Потом выкладываю на салфеточку. А затем быстренько-быстренько панирую их сахарной пудрой. Добавлю щепотку ванильного сахара. Чтобы... Нет, ванилин. У меня чистый ванилин, ребятки. И его же добавлю и в пудрочку. Ну, чтобы они такие были ароматненькие, знаете. Сладенькие, вкусненькие. Так, и теперь пошла у нас сода с добавлением... Чайную ложечку соды, так как у меня творога много, чайную, но без горки. Вот так. У меня мерка одна. На глаз пошла столовая ложка в работу, чайная ушла в мойку. Вот. И теперь добавляем немного муки, по чуть-чуть. Перемешиваем муку с творогом. А потом вырабатываем тесто на столе руками. Даем ему немножечко постоять, минут 5-10-15. Чтобы творожок хорошо раскрылся. Сода начала работать именно. Творожное тесто, это всегда... Творог, он у нас с кислинкой, поэтому сюда добавляется только сода. Уксуса сюда не нужно. Кислоты никакой не нужно. Потому что творог имеет собственную молочную кислинку. И сода прекрасно себя чувствует с творогом вместе. Создается рыхлость, пушистость и так далее. Так, вот сейчас совершенно немного еще муки. И можно его уже будет вырабатывать на столе. Чтобы создался такой комочек. На обед доедаем борщ. А на ужин что-нибудь придумаем. День большой. Неделя началась. Понедельник. Так, все, у меня здесь что? Мука. Кроме муки ничего. Поэтому прям на стол я распыляю муку. И выкладываю наш шарик, который еще не совсем образовался. Ну, с помощью рук я это сделаю очень быстро. Кто-то спрашивал, как вы, Лена, можете работать в колечках и в браслетиках. Ребят, я их вообще не вижу и не замечаю. Поверьте мне. Я настолько к ним привыкла, что, во-первых, вымывается все очень быстро. У меня там немного колец, всего лишь два на одной руке и одно на другой руке. То есть, совершенно оно мне не мешает. Работаю и работаю. Вот он наш шарик, видите, получился. И теперь я эту муку немного сюда домешаю, чтобы вымешать тесто и сделать нам, сформировать пончики. Но лишнюю муку стараюсь не добавлять прямо в это тесто, чтобы не забить. Поэтому вот эта мука уйдет сейчас в сторону. А вот эту мы используем. Где-то перфоратор работает, шум создает, но жизнь идет, продолжается. Тут у меня кусочки творога отпали. Все, больше муки и не нужно нам. Вот я создала такой шарик. Сейчас мы его разделим на колбаски. И уже тесто будет отдыхать прямо в пончиках. Мне главное накрутить. Для того, чтобы я уже потом не макала руки в муку, а вот приготовила их все. Потом только успеваю пережаривать, да и все. И выкладывать на салфеточку, чтобы лишний жир остался на салфетке. Если у вас меньше творога, то, понятно, соответственно, нужно добавить одно яйцо. Два будет много. Но у меня творожку много, поэтому я два добавила и хорошо. Так, все, мои хорошие. Сейчас я заканчиваю и мы с вами вырабатываем пончики. Все, шарик ровненький, красивенький. О! А я пошла за своей резалкой. Я ее забыла. Моя резалка. Так, в принципе, мне, наверное, мука уже и не нужна. Если будет нужна, я за нее вернусь. Вот так. Это чуть-чуть в сторону. Вот здесь у меня будут лежать наши пончики, поэтому я чуть-чуть муки разделю на три части. И из каждой части я сделаю колбаску, затем пончики. Пончики я люблю маленькие. Такие, знаете, чтобы вот так один взял, скушал и все. Можно делать их покрупнее, помельче. Тут на любителя. Но я люблю маленькие. Поэтому режу на совсем небольшие такие кусочки. Потом формируем шарики. Сейчас я сделаю одну колбаску. Покажу, какого они у меня размера. Вот такие буквально махонькие. О как! И формирую вот такие махухонькие шарики. Это и будут наши пончики. Со всем этим тестом я сейчас сделаю то же самое. Лишь только потом раскалю сковородочку. Налью масло туда. И будем жарить их во фритюре. Они, кстати, очень быстро переворачиваются. Поэтому, почему я сразу их все переделываю? Потому что стоять у сковородки надо. Невозможно их вырабатывать и переворачивать. Потому что они настолько быстро прожариваются. И их постоянно надо кончиком вилочки вертеть, крутить. Для того, чтобы они поджарились равномерно. Они равномерно поджариваются и почти уже сами переворачиваются от своего же собственного воздуха накопления. То есть там в серединке воздух получается. Кислотность большая. Творожок. И они сами по себе начинают вертеться на сковороде. Но им надо чуть-чуть помочь вилочкой. Под бочок. Вот так. Раз, раз, раз. Раз, раз, и они сами себе подкручиваются. И внутри они получаются мягонькими, как сырничек. А сверху получается очень хрустящая корочка. Вот такие, ребятки, пончики. Сейчас я это все вырабатываю и вас снова позову. Вместе будем жарить. Итак, мы начинаем жарить свои пончики, ребятки. Масло уже аж скачет, подпрыгивает. И я по одному кидаю шарику. Ох! Главное, чтобы не в глаза. И сейчас я их быстренько-быстренько вилочкой буду переворачивать. Много не буду их сюда закидывать, потому что они могут приклеиться друг к дружке. И вот так вот сразу же вилочкой, видите, они уже и поджариваются. Бочок уже коричневый. И вот таким образом я буду стоять сейчас и все их переворачивать. Постоянно. Чтобы они однородно, однородно, красивенько поджарились. Видите, они почти сами. Я буквально его просто подталкиваю, этот шарик. А он крутится, как колобочек. 5-7 минут. Одна партия готова. И у меня заранее готова салфетка и сахарная пудра вместе уже с ванильным сахаром. Перемешала. И буду туда обмакивать. Слегка они стекут от жира. И следующую партию. И так быстро-быстро-быстро я их все пережарю. Если близко живете, подтягивайтесь на чаек. Будем очень рады. Видите, какие они красивенькие становятся. Желтенькие такие. Как цыплятки. И очень вкусно пахнет. Ванилька. Вот такой долгий или недолгий процесс. Но постоянно вот так надо вертеть. Просто если этого не делать, он может, например, одним пузыриком с одной стороны вздуться творог. И вылезти вот такой, вы знаете, как помпочка. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы они были все кругленькие, аккуратненькие, маленькие. Но они еще растут, конечно же. Я их педала, они были намного мельче. Сами увидели, да? Поэтому я полную сковородку не закидываю. Потому что они растут. А касание друг к дружке это... Делать этого нельзя. Потому что они могут приклеиться. Итак, ребятки. Пока у меня следующая партия шариков наших жарится. Я беру вот так вот по два пончика. И вот так вот их раз. Быстренько, быстренько. Потому что мне надо переворачивать следующие. По два будет удобно. Вот так вот раз их. И со всех сторон они как стали снежками. Такими беленькими. Снежками. Видите? Поэтому я почему и говорила. Если бы сейчас были две детских руки мне в помощь. Сами понимаете. Видите, как их быстро нужно быстро переворачивать. Чтобы они не жарились однобоко. Видите? Вот раз уже и склеились. Надо отклеить срочно. Процесс пошел. Ну вот и все, ребятки. Я закончила. Посмотрите, какая гора. Просто. Ну как какое-то богатство и сокровище. Правда, ребят. Они обалденно вкусные. Хрустящие. Я сейчас вас кушу. Покажу один. Ну, конечно же, тут надо пробовать. Что ж там кусать? Правильно? Хрустит? Просто пончики. Обалденно. Ванилька чувствуется. Очень нежно. Очень сладенькие. За счет того, что здесь сахара в тесте. Сами видели. Там неполная столовая ложка. Много пудры. И они очень вкусненькие, сладенькие и нежные. Главное, что очень быстро. Продукты, ну, буквально минимум. Мука, творог, сода, соль, чуть-чуть сахара, ванильный сахар, сахарная пудра и подсолнечное масло. Все. И у вас целая гора безумно вкусных пончиков. Советую. Приготовьте. Налейте вкусного чаю с мяткой. Можно с ромашечкой. Можно со всеми там всякими вкусными такими добавочками. И очень будет приятно пить просто чай с лимончиком. И подъедаю такие вкусные мелкие пончики. Все. Приятного всем аппетита. Огромный вам привет от Витюшки, от Степашки. Всем хорошего дня, мирного неба, хорошего настроения. Будьте здоровы. Все, что вы думаете об этом видео, напишите, будь глазочком. Все прочитаю. Все через себя пропущу. Получу улыбку на лице. Также хочу, чтобы и вы улыбнулись. И, как всегда, ставьте пальчик вверх. Ну и, как всегда, повторяюсь. Очень вкусно. Так, еще один пончик. Хочу и не могу даже с вами. Не буду уж я с полным ртом говорить. Короче, подтягивайтесь к нам на канал. У нас рецептики, музыка, хорошее настроение. Все, ребятки, жизнь продолжается, невзирая ни на что. Все. Пока-пока.